Вчера звонок в дверь Курсы Она от него возвращается Взерошенная вся помада на губах Я говорю, как язык? Она говорит, еле ворочает Ну помогает по-соседски Все же бескорыстно Я думаю, как я ему могу хоть когда-то помочь Вот случай же Ну заходим Маркович сидит, счастливый такой улыбается Кальян покуривает Эти говорят, обыск До нас дошла информация Что вы торгуете самогоном Я понимаю, надо выручать соседа Он что-то хотел сказать Я ему говорю, спокойно, я скажу Я ему говорю, как вам не стыдно? Вот вам бы только человека опорочить Ну вы сами подумайте Зачем ему торговать самогоном Если у него за городом Два своих спиртзавода стоят подпольные Что он, вам мальчик что ли? Говорю, Маркович что-то улыбаться перестал Стал воду пить Много воды Они говорят, опа, мы уже уходить хотели? Я говорю, куда стоять? Оставайтесь, разбирайтесь, чтоб знали Как по клепам верить Маркович в это время что-то с себя так немножко пришел Только это услышал Опять шлепый лежит вместе с креслом Как бандероль, не шевелится вообще Они говорят, слабонервный он какой-то Как его жена терпит? Я продолжаю выручать Я говорю, а жену его трогать не надо Она сама еле ноги носит К утру только домой возвращается Работает столько Я говорю, что небось гулящая Я говорю, сами вы гулящие Как она может быть гулящая Если она в центре города свой ночной притон держит? Маркович к этому времени очухался Только это услышал опять Лежит вообще никакой Ну, они вскочили На шатырь ему в нос дают нюхать Я говорю, что вы ему даете? Дайте ему лучше белого порошка понюхать Что его сын в мыльнице прячет Они говорят, ага Так что, его сынок балуется наркотиками? Я продолжаю выручать Я говорю, его сынок прекрасный мальчик Не пьет, не курит И потом, что значит балуется? Он занимается наркотой Вполне серьезно Иначе откуда у него столько долларов в матрасе? Они матрас с паролей говорят Точно, валюты валом Наверное, фальшивая Я говорю, сами вы фальшивые Как она может быть фальшивой Если он сам ее напечатал? Зачем я говорю? Они говорят, где станок? Мы сейчас тут все перевернем Я говорю, спокуха Нет, тут станка и не было никогда В подвале станут Когда работают, никому спать не мешают Зачем наговаривать? Они пот вытерли Говорят, ну и семейка Адамс У них хоть кто-то нормальный есть? Я говорю, есть Теща Берта Васильевна Прекрасный человек Они все молятся на нее Эти говорят, что так любят? Я говорю, а ты б не любил? На нее все имущество переписано И дача, и бордели, и яхта Они говорят, что еще и яхта есть? Я говорю, здрасте А на чем же он оружие террористам переводит? Тут после этих слов Они тюрьму на колесах вызвали И увезли Марковича Ну я думаю, что скоро отпустят Потому что торговлю самогоном Они так и не доказали Игорек, Игорек, минутку, пожалуйста Дорогие мои А вы знаете, как мы Игоря Моменко называем в аншлаге? Ну, конечно, в шутку Ходячий анекдот Так что, Игорек, без парочки анекдотов Мы тебя со сцены не отпустим Не отпустим! Золотая будет Игорь Спасибо Очередной платный Дед Мороз За вечер 85-й раз поднимается на пятый этаж Открывается дверь Мальчик стоит, он ему дает очередную мягкую игрушку А мальчик кушает шоколад Верь Видишь, верь в шоколаде Он говорит, мальчик А нельзя скушать столько шоколада Прыщики будут диатез И зубкам плохо Мальчик говорит А мой дедушка прожил 106 лет И шо, он тоже кушал много шоколада? Нет, он не совал нос мне в свое дело Группа молдавских рабочих работают в пригороде Кишинева По сигналу старшего ставит вертикальный столб Старший говорит Пошел! Иди на вот этих специальных когтях При способлениях Забирается наверх Вынимает линейку Пытается что-то померить И падает в грязь Вместе со столбом Опять Пошел! Долго так падал Мужик какой-то наблюдал часа полтора Ну где-то на 24-м падении Подходит, говорит Я извиняюсь, я тут давно за вами наблюдаю Если это у вас какая-то молдавская игра Я мешать не буду Если какие-то проблемы Вы спросите меня Парня жалко У него лицо и затылок одно цвета уже Тот говорит Ты только пришел Мы тут с утра куражимся Понимаешь Надо померить высоту столба Ну то ли там что-то у него перетягивает Или я извиняюсь То ли эти дистрофики Не могут не удержать Падает и падает Самому надоело, если честно Да какие проблемы Ну если вы мерите Ну положите столб и померьте Еще один придурок Нам высота нужна, а не длина Дедушка с бабушкой едут в жигулях Бабушка за рулем Их инструмент инспектор ГИБДД Инспектор Петров Ваши документы Бабушка Ай! Дед, документы дай, права просит Пожалуйста Нарушайте, там знак был недалеко Бабушка Ай! Дед, нарушаешь, там был знак Аккуратнее езжай Шумахер в юбке Все будет нормально, я просижу В Саратов едем? Да Сами из Саратова? Да Вы знаете, если честно В Саратове был самый ужасный секс В моей жизни Бабушка Ай! Дед, кажется он тебя знает Спасибо Я спокойна Я совершенно спокойна У меня все хорошо Это самый счастливый год в моей жизни В этом году в моей квартире сделали ремонт Убила бы этих строителей Так, я не думаю о плохом Я йог Я живу по системе йогов Я дышу по системе йогов Система йогов Это такая гимнастика для успокоения нервов Которую придумал человек Которому в квартире сделали ремонт Все, я забыла это слово Я в позе зю Я ничего не помню Я вообще не помню ничего Господи, как я могу забыть Как я могу забыть О том, как они мне в кухне кафель положили Вся кухня в кафеле Пол, потолок, стены, мебель Даже в холодильнике кафель Или колбасу сегодня утром оторвала Четыре вагона Четыре вагона Дорогущего итальянского кафеля На шесть метров в кухне Кафель итальянский дорогущий А сегодня одна кафелина отпала Читаю на обратной стороне Кирпичный завод, город Барнаул Ничего Я все равно люблю людей Я всем людям в мире желаю добра Всем добра Всем людям на земле добра Строителям два добра Пусть они захлебнутся в этом добре Как все хорошо начиналось Накопила денег Захотела сделать ремонт В своей хрущевке Позвонила в немецкую строительную фирму Договорились На следующий день пришли немецкие строители Профессионалы В халатах и тюбетейках Салям алейкум Хозяйка, деньги давай Все, я не вспоминаю о плохом Я в позе дерева Я дуб Я самый дубовый в мире дуб Дубина С голыми ветками У меня на ветках совершенно нет зелени Вся моя зелень в карманах халатов строителей Ничего Я дуб зимой Зимой у дубов нет зелени Они ничего не помнят Дубы не помнят Это я помню Как я могу забыть о том, что эти рапшаны мне окна заштукатурили Живу как грот в могиле Ничего не вижу Ванну на балконе стоя установили Стенку снесли между залом И коридором Господи, зал есть А стенки нету Каждые пять минут лифт приезжает Салям алейкум И самое главное Мой газ идет в Германию В обход Украины через Таджикистан Я плачу по счетчику Ой Господи, зачем мне это надо было? Ну зачем мне нужен был этот ремонт? Вот моя подружка Люська Умнее поступила Накопила денег Поехала отдыхать в Египет Спокойненько там Покупалась в море Спокойненько позагорала Спокойненько посмотрела пирамиды Потом так же спокойненько Перевернулась в автобусе Господи, как она плакала Когда первый раз в зеркале увидела свое Вставную челюсть Она плакала до тех пор Пока не увидела мой ремонт Теперь она смеется И снова собирается в Египет Господи, что же мне теперь Со всем этим делать А устрою в своей квартире кабинет Психологической помощи Пережившим катастрофу И буду помогать людям И через какое-то время Эти люди скажут Спасибо вам Немецкие строители Рахмат вам Иссалям, лукум Аплодисменты 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 Продолжение следует...